сегодня делаем блок sim 2k 250 это kia optima 2017 года 2.4 gdi делать этот блок мы будем с помощью комбилодера его модуля sim 2k 250 260 требуется подключение со вскрытием блока и также должен быть выход в интернет и и и и Продолжение следует... Блок открывается тяжело, потому что герметик здесь, не как на всех сименсах, липкий. Он здесь такой вот, его надо обрезать ножиком, вот чтобы снять эту крышку. Вот я уже ее подцепил. Продолжение следует... Открывается очень тяжело. Здесь надрезаем. Так вот и надрезаем по периметру, когда снимаем. И крышечку эту отсоединяем. Вот так вот. Вот наш блок. Подключаемся по хелпу комбилодер. Значит, вот у нас масса. Отключаем, не отключаем, канхай, канлоу и разрешение программирования. В универсальном адаптере, естественно, канхай, канлоу нету. Значит, мы просто подсоединили сюда разъемчик. На канхай, канлоу и питание ему дали. Сюда будет втыкаться адаптер Dialink. Теперь смотрим, что здесь написано. Синим замкнуть на массу. Синий с черным. Вот эти два. Значит, дальше. Контакт, отмеченный красным, соединить на массу через резистор 1 кОм. А контакты зеленым через резисторы тоже 1 кОм на зеленый провод. Это провод у нас для подачи программирующего сигнала. Итак, резисторы подсоединили по схеме, как указано в хелпе, комбилодер. Значит, перемычка, резистор на массу и два резистора на контакт прок. Итак, читаем дальше, как программировать этот блок. Значит, во-первых, для работы этого модуля требуется активное подключение к сети интернет. Давайте попробуем, есть ли у нас подключение активное. Да, подключение к сети интернет имеется. Произведите соединение и так далее, и так далее. Все это мы произвели. Теперь давайте откроем сам комбилодер. Выбираем SIM 2K 250 Kia Hyundai. Делаем идентификацию и БУ. Идентификация выполнена. Напоминаю, что компьютер должен быть активен с интернетом. То есть, этот модуль работает вплотную с интернетом. Сейчас идет соединение с интернетом. Операция завершена успешно. Сохраняем наш файл. Который мы прочитали. Теперь прочитаем ЕПРОМ. Все, блок у нас полностью прочитан. Вот. Сохраняем опять это все. То есть, флэш. ЕПРОМ он сохраняет в один файл. Так называемый контейнер. Чтобы работать с этим блоком по ABD запись, надо отключить проверку в цифровой подписи. Что мы сейчас и сделаем. Все, цифровая подпись отключена. С этим блоком можно работать теперь по ABD. На эти блоки хорошие прошивки делают РСВ. У него мы и приобрели. Файл успешно загружен. И теперь давайте мы его запишем. Записать только калибровки. Да, пишем только калибровки. Субтитры сделал DimaTorzok. Комбилудер сам пересчитывает контрольную сумму калибровок. Все, калибровки записаны. Делаем идентификацию. Все, идентификация успешна. Теперь берем герметик. И, естественно, наш блок герметизируем. Герметизируем. Лишний герметик просто салфеточкой вытерли. Все, наш блок готов для постановки в автомобиль. Напомню, это был блок Siemens Continental 7.2K 250. Итак, наш блок установлен в машину. Вот он стоит здесь. И Optima. Итак, давайте заведем ее. Субтитры сделал DimaTorzok.